Отец Лев Настоятель Красновского храма Святознаменский храм, Святокрасный, Павелский храм Для начала, просто общие вопросы, которые мне интересны по какой-то жизни священника После окончания семинария, молодой священник, он либо дает им три года, чтобы найти супругу, либо он должен принять монашество и потом получать приход А что бывает с молодыми людьми, которые не нашли себе супругу, лицом не удался, человек не замуж и не тут, но он хочет продолжать работать в церкви Вот что с ним происходит? Ну это сложно не найти Да? Да У некоторых получается в миру Может быть, но так много случаев знаем, даже если священник три года подождет, три-четыре года подождет, не желая быть монахом, но желая служить Богу Он ждет, ищет свою служенную, но рано или поздно она ходит, ну, я не удивлюсь, если его вообще не найдет Но, как правило, такой человек старается быть обязательно при храме, прислуживать, алтарничать, помогать священнику, выполнять, может, функции завхоза Как-то еще, тем более, семинария сейчас стараются обязать выпускников два года отработать на любом приходе, ну, как в Советской России Стажировка Такая сообразная стажировка, только когда они получают диплом Он уже, к этому времени, как правило, находит в себе невесту И тем более, вот, у нас Костромская семинария в 90-х годах была знаменита тем, что кто туда попадал, обязательно себе находил Кто-то невесту, а кто-то жениха Ну, там же, вот я, в Самаре мы ездили, и там жили даже при семинарии И там было хоровое отделение, то есть, специально есть девушки, чтобы они там знакомились Да, да Хорошо Когда учился в Санкт-Петербурге, у нас даже было тоже разное отделение, разные корпуса, и была аллея любви Да Ну, это было до нашего прихода в семинария, до моего прихода в семинария Потом там сменилось руководство, и оно все прикрыли Прикрыли аллею, вырубили ее, что ли? Ну, это была территория, переход из одного корпуса, из женского корпуса мужского, из мужского И там просто так, нейтральная территория А поскольку все равно в семинарии, хочешь не хочешь столовых, или благословимого служения, юноши, девушки, они пересекаются Тем более, там хор был женский, хор мужской, и был смешанный хор То есть три хора в семинарии Это и практика одновременно, ну и все, хочешь не хочешь, а все равно знакомство с противоположным фоном это было нормальное время Ну, понятно, что у девушки свой корпус, понятно, что у мальчиков свой корпус, но у меня так и было И поэтому все, кто, друзья, учился в семинарии, они практически нашли в себе, ну, мои друзья Опять все нашли, кто-то в Костроме, кто-то в Ярославле, кто-то все равно нашли в себе спутницу в жизни А вот там обязательный вот этот предмет, пение? Да, да, да А если, допустим, у человека слуха нет, голоса нет? Соответственно, он не поступит в семинарии А, просто не поступит? Просто не поступит То есть там только исключительно музыкально одаренные люди учатся? Ну, может быть, не совсем, совсем одаренные, но именно проверяют слух при поступлении, как и я поступал в семинарии, проверяют слух Спорт что-нибудь из богослужения, какое-нибудь песнопение И, соответственно, преподаватель в мире по музыке, он слушал, насколько, скажем так, способен человек И, опять же, они профессионалы все равно Они слышат Потенциал Потенциал Можно ли его вытянуть, можно ли его, так сказать, поднять Распеть можно Во-первых, я свое имя ходил в форумы, наверное, на родине В камерный хор И там был, как в выпускнике Ивановского училища Музыкально Он меня потихонечку, потихонечку, потихонечку в течение года так подтянул Музыкально, наверное, да, да И потом уже было проще, тем более, когда в коллективе поешь И сам не умеешь петь Так научишься Затклить А если, допустим, вот, пришел молодой, ну, претендент или абитуриент А у него, допустим, голос, писклявый, например Бывает, что мужчина с высокими голосами И, ну, как вот служить человеку с писклявым голосом, братюшки? Без проблем Бывают такие Много таких случаев Мой настоятель, он учился в консерватории Нижегородской Он мог петь фальцетом Ну, как Майкл Джексон и другие знаменитости Они просто-напросто Так вот, как бы, не то что с хрипотой, а с каким-то таким Как бы надрывом Они поднимали, то есть Произносили ноту Пели достаточно высоко У нас, по-моему, фальцетом Кто-то из изменитых певцов Пресняков Да, Пресняков, да, Пресняков Именно многие песнопения вот именно фальцетом Не, он берет в такие высоты Вот Слегка как приглушает голос То есть, в силу голоса Он своего телевизорного пел Ну, ладно Но он, тем не менее, он С этим справился И, собственно, это все равно полнеет И Очень много священников Ну, по крайней мере, известно, что Многие заказчики фальцетов были То есть, это государственное опреждение Где хочешь, не хочешь А какие вот, допустим, захотел там человек Ну, вот он, не знаю, там, ходил в храм Может быть, там, служил чуть-чуть И вот захотел поступить в консервакт В семинарии Мы еще только консервакт В семинарии Какие там вступительные экзайны вообще? Ну, помню пение Помню изложение И По Новому Завету Отрывок По Новому Завету Отрывок По Новому Завету Отрывок И мы Ну, так сказать Переписывали Кулисскую тексту Ну, поэтому вложили их Да, да То есть, как поверили Насколько память Насколько она хороша Насколько человек В том числе знает Евангелие Помню там Преподаватель одного Он когда-то именно на нашем приходе был регентом В Кухомском районе Потом на их Александр Петербург Вот И прекрасно ответил на тему Потом мне задал Про царя Давида Это у них любимое место Из книги царств Третий человек Третьей книги царств Редкого Завета Он Доказатель так польстил Что Витурен знает прекрасно Его прегменты А вот Просто не вспомню Ну, конечно, медицина То есть, медицинская Медицина Ну, как же Пройти Медосмотр А, я думаю, там какие-то экзамены Нет, не медицинские В смысле Медосмотр То есть, проверили То есть, здоровье Поскольку По правилам церковного Не полагается Увечно Служить В церкви То есть, хромые В смысле, без ноги Без руки Без уши Без носы Вот Это что-то так вот же Утриво В каком-то смысле Вот Но, тем не менее И Опять же Мы поступали в стены Учебно-разведения Где в любом случае Мы должны быть Вообще здоровыми То есть, чтобы Не быть Остальниками Ну Распустили Всякие Разные заболевания А там Сколько лет? Пять? Учисли Когда я поступал Было пять лет До меня учились Четыре года Ну Была реформа Начали двух тысячных Годов И делали пять лет То есть, такого там Не пропадали Да Другословские Риторика Ветхий Новый Завет Латын Греческий Все, что им потребуется В дальнейшем Служении Или в качестве Богослова То есть, такого Ученого Священника Или же В качестве Владыки У нас все заканчивают Академию То есть, они Все это Ступени соответствующие Не выше Ну, уже как По священникам Не грозит быть Ну, там только Монаш И вот Как это происходит? Получил человек приход Приходит Видит Деревенька Допустим Там не очень большая Там Храм не богатый И Ну, ремонт нужен И откуда эти деньги Берутся? Из центра Эти деньги Субсидируются Или как бы Тебе дали приход Ты дальше Никак знаешь У нас действительно Не субсидируют Вообще Вообще Никак Даже Обратные Мы должны Субсидировать Это началось Когда Советская Власть Пришла И Не Старалась Содержать Как Центрская Россия Церковь И было принято решение Что Лошестоящая Организация То есть Смеется ввиду Ячейки Епископа Сослужительной Своей Епархии Будет Содержать Приход Приходы То есть Облагаемся Внутренними Рогами В зависимости От Способности Насколько Активно Вносит Общий Насколько Активно И с него Еще больше Тянут Или Меньше То есть Там определенная Какая Такси Нет Это именно По ситуации Насколько Виден приход Или Не виден А так Само по себе Приходы Действительно Существуют За счет Пожертвований Самих Жителей Прихожан Или же Часто бывает Какому-нибудь Современному Жестательному Человеку Хочется Помочь Приходу Тем более Есть такая практика Что Объявляют В какой-то нужде Прихода Окна Отопление Или фрески И сует И ведет Объявление Всем Желающим Поучаствовать В упрошении Храма И И таким образом Собираются иногда Достаточно серьезные Средства А так Само по себе Наш приход Он Само по себе Не обеспечивает И электричество Отопление Скажем так Зарплата Церковного служителя У нас Два человека Есть На зарплате Это за счет Не приходских Денег Декорские Мы зарабатываем За счет Того Что Просим Пожертвами За требы Свечки Иконочки Крестики Другой утварь В основном За счет Церковной лавки Или Прибы Такая сообразная Поэтому Многие храмы Они содержат Достаточно богатые Церковной лавки И Основная поставщика У нас Утварь Такой Относительно Дешевая Это Как раз Позволяет Жить Приходом Поскольку Усна Цена Достаточно Дешевая А все Остальное Если Приход заказывает Такие-то иконы Современные Вот Как мне говорят художники Денег стоит Золото Левказ На досках Краски Все Стоит Денег Наши Денег Только 30% Остальные Все Материалы Это уже Только за счет Крупных Или не очень крупных Это общих Приходских Еще Зависит от количества Прихожен Вот Парик у нас Богат В плане в том Что К нам надо ехать Далеко Хотя Многие красные любят Да Но далеко ехать И поэтому Стараются Идти в Парик Соответственно Они приносят Копеечку За свечку Приносят В Парик Количество Парских Храмов Получается Богаче У нас Народ поменьше Те кто любит Храм Переет на машинах Пешком Актобусах Там Поскальди У нас Мягкое Страннее То есть Священник Получается Должен Не только А с прихожанами Общаться Да Ну и вести Наверное Представляет Что под 90% Хозяйственная деятельность Вот эти Решения В аптеке вопросов Надо поменять проводку Здесь Водопровод Там еще Если Ведет возможность Приходит Я звонил То есть Священник должен быть На все руки мастера Да Хочешь Если Что-то Ты не умеешь Нанимай То есть Долго На что Если Не на что Нанимай Крутись Как Фраза Есть Окно Священник Бегает Везде Где Возможно Приходом Везет Приезжает Человек Состоятельный Вот Ягумень Ольга Тунила Рассказывала Что Какие-то окна Заказали Неудачно Менять Поменять окна Нет возможности Выламывать кирпич Чтобы вставить окна Мама Пройдет Человек Матушка Что ты делаешь Ну как Вот окна есть Не улезают Денег нет Что-то поменять Решились Кирпич Убивать Матушка Приходи Дети Пришли Окна На весь храм На все помещения Подарил ей окна Тех размер Какие надо За свои средства То есть это Такая разовая Но Достаточно глобальная Люди Да Они все разные Есть люди Которые Бога умеют искать А деньги не умеют Случаетесь такое Священник Вот у него храм Ему нужно его восстанавливать Как-то содержать Но Денежка не прилипает Он не умеет Как-то их выискивать Или что Его просто берут Скажут Ну ты парень не справился И куда-то его Из деревьевского храма и прочего Поскольку в деревню Кого послать? Некого Потом сиди Уж А А если есть ощущение Которые умеют деньги найти Это его беда А То есть он будет Очень востребован Он будет очень востребованный Его будут послать Передвигательность на место Таких батюшек я знаю Они очень действительно Известны Люди знают Как они хороши Что их деньги Пойдут туда куда пойдут Куда положено Они лягут В швейцарском банке Мягким грозам Такое сус Мы тоже рассказывали В Москве Друзья Хазбашенки А Отцы строителей Так мы их называем Все у них Получается еще Их передвигаются Такие Такие Антикризисный менеджер Да У нас все так может Да То есть он Он Все сделал Дальше Дальше Поехали Приходу Тяжело от этого Насколько приход Привыкает к сочиннику Два года А сочинник приходу Должно Соответственно И такая Была такая Советская Россия Практика Что за 15 лет Сменилось 15 священий В Красном Не только В Красном То есть Приход Не успевает Священнику И получается Священник как чужой И на переход тоже чужой То есть он как примесник Но когда священник приходит На приход Как у нас спокойно Батюшка В 18 лет проходил Он скончался там Он соответственно Такой родной Он его любит Помнят Ее молятся И он ел Похоже на храмы И тропитков Что зашло Так много есть Это любовь Я Немногим больше Чем дым Я сейчас Как весь этот Воздух Хотел остаться Немым Сгореть В безмолвии Звездном Но Рождается Слово Пьется Каждый Буквы Стучится Забвением Старое Новое Умрет И Снова Родится Любовь Дыхание Бога Любовь Вы Человек Жена Дети Вы Работаете В Красной Церкви Почти Двенадцать лет А так Двадцать лет Двенадцать лет У нас Дети Ходят В школу У них Одноклассники Друзья Вы Уже Прижились И Вам Могут Позвонить Допустим Сказать Слушайте Вот Вы Сейчас Переводитесь В Другой Регион Вы Можете Отказаться Или Это Не Подлежит Обсуждение Обсуждение Никто Не Так Получилось В моей жизни Когда Служил Он Вспомнил про наш приход У нас было три на приходе Жена Так И Как сейчас Вспомню Так Двадцать А не 30 ноября 2006 года Поехал платить за электричество В электросети Городские За приход И Незамок от настоятеля Так Бежишь и едешь в Иваново Получаешь ключи Документы И видишь настоятель В голову приход Угу Был шок Соответственно радость За 10 лет Под начальником Маленько достал от начальника А он от меня Шок Потому что все таки Вторым сощеником проще быть Меньше ответственность Вообще Никакое ответственность Если так Приказарь пошел Делаешь Если что не нравится Позмущался Он все равно делаешь Угу Не знаю Вот И Потом я узнал От других сощеников Из других Благочиний В Ивановской области Им предлагали Им предлагали Это место Все отказались А мне Приказы Ну потому что Выбора видимо не было Ну очевидно Да Такое Такое случилось И это был шок Это было Ну в каком-то смысле Недоумение По поводу решения архиереи Это вопрос Монаху проще Послал Ни жена Ни детей Ну да А жена Это же полтора года сюда Просто ездил Не живи здесь В этот год Храм ограбили В какой-то раз То есть Люди Не честные Увидели Что сущенник Почти нет И как результат Приход потерял Получил ущерб Очень серьезный Вот А потом уже Межена сказала Слушай, дай мне уже ездить Все Все Я принимаю решение Я еду к тебе с детьми Все И через полтора года Мы практически все переехали Полностью При переходе На добрый приход Один друг московский Он просто Я попросил Слушай, я еще не один А помощь некому Выручать И он каждый месяц мне зарплату Практически Выдавал На семьи На храм Чтобы мы жили За счет Одного человека Одной организации Приход Мог Выставить В этой критической Ситуации Поскольку За время Пока Батюшка Андрея Умер И время Пока Пришел И спонсор разбежались Все разбежались И храмы Практически Там очень скромно жил Есть же богатые Приходы Которые находятся В городах Крупных У них Я так понимаю Все наверное хорошо И почему мне не помочь От этих богатых храмов Не помочь Вот этим сельским Нормальным храмом Вопрос риторический Такой А патриархия Опять же Это как с нашим государством Налоги могут Расплатить Ну предпринимать Где основные идут Расходы этих денег 95% В Москве 5% в Питере А остальное Что осталось Извините Регионы Ну а в общем то И здесь то же самое И здесь то же самое Что у нас Аллилуйя 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 У нас всего так Случилось наводнение, какой-то еврей попал на какой-то остров, наводнение сильное, он размолился Богу, Господи, прийди, спаси меня, приплывает лодка со спасателем, давай вроде, мы тебя заберем, не, меня Бог спасет, он уплывет дальше, прилетает вертолет, давай мы тебя спасем, не, меня Бог спасет, еще кто-то там приплывает, не помню подробности, не, меня Бог спасет, в итоге Еврею утонул, все, встречается у Бога там на небе, Господи, что ж ты меня не спас, я тебе сколько раз ангелов посылал, сколько раз, а ты не захотел. Ну вот, буквально недавно я напугал весь парах. Каким образом? Очень интересным способом, уже слухи прошли, что бачка себе купил Lexus 580, проездил на этой машине, перед отпуском и после отпуска, так в парике жена появилась на этой машине, а получилось, что всего-навсего спонсор московский старого товарища, допустим, ну, ну, какой-нибудь легкий человек? Вот, и он съездил на этом, легкий на юг, другие друзья дали денег, чтобы съездить на юг, третьи дали, чтобы прожить на этом юге, а слух остался в паре. То есть машина дали покататься? Дали покататься, но нам не хочется ездить. Подолодал. Купил и подал. А вообще это, вот обычный человек, там, он светский, да, вот он может напиться, где-то, да, упасть, даже ну, бывают такие случаи, да, еще, то ведь его осудят, естественно, ну, скажут, ну, вот этот, там, Вася, опять. Ну да. А если священник, говорят, что вот все покои там такие, это бросает тень на всю церковь. Мне кажется, это такая вот внутренняя ответственность довольно тяжелая, что… Внутренняя ответственность. Любое слово свое там, фильтровать или поступок. Это как раз некая несправедливость по отношению к священникам. Потому что, если медик какой-то вас обманул, он отношения совершил, никто медиков так вот поголовно не принял. Все равно идут к медикам. Все равно идут. Но к священнику, так сказать, огромный призм, просто увеличенный в размере, конечно, внимание особенное. Желательно священнику вести себя все-таки прилично. И всегда это получается. Какой-то священник влюбляется, потом некоторые священники увлекаются винно-водочными изделиями. Все равно, так сказать, какого у нас присутствует, некоторые священники злоупотребляют. Тем более, товар, он просто нужен, а списать священнику проще. Вот, кто-то болеет имущественными такими заболеваниями, то есть докопительством. Так вот, человеческое. Но всем этим больны. Ну, кто-то в большей степени, кто-то меньше, кто-то тем более. Но тем не менее, она смотрится в такую огромную призму. Ну да. Так вот, увеличенная. Если я пижу в каком-то время, то этот грех не живет и во мне. Ну да. Так вот, духовная такая, есть такая закономерность. Я там в кассах сижу, как бельмона. Так вот. Ну да. На глазу, не только у людей, но и, собственно, часто. Даже определенной независимостью во мнении по отношению подготовки к крестьянам. Я затем принял решение с беседами проводить перед крещением, во время крещения, то есть как бы беседами и после крещения. То есть я так вот все-таки иду немножко как бы в пику руководства. Но тем не менее, отец Филарет, отец Силан. Не нашли необходимо проводить административное своё наказание или что-то такое. Оставить как есть. А какие наказания там было? Ну, вызвали на ковер, поругали, строгий выглот. Был у нас, например, мероприятие, приезжал митрополит из Москвы. И было объявлено службу с моей, так сказать, на обожемателе в Шуе. Был в субботу. У меня назначено крестье. Крестина заранее предупредили об этом мероприятии, как всегда, вечером вечером. Я не пойму. Считал, что я людям должен отдать крестье. Обещал, не сделал, я должен покрестить. Ну, отец Благочинный пишет мне рапорт о высшестоящем руководстве. Высшестоящий руководство в дисциплинарной комиссии. Мне вызвали дисциплинарную комиссию. По какой причине? Я причиню, я не исполнил этот приказ. Ну, а как могут наказывать? То есть, они за то, кто не платят? За несильное личное дело. И как результат, благочинным назначили не меня, со стажем службы 22 года, а назначили священника Мордову, который служит за один год как священник. Это определенный вывод начальство сделало, поскольку не было надежно. Да, да. Есть тесто? Я, слава тебе, господи, нельзя с такими значениями. Я знаю, что только быть начальником уже 10 лет, это 12 настоятелем. Это ответственность, это сложно, это будет постоянно видеть владыку, постоянно исполнять его распоряжение, а подчиненные, разновежие непослушные, подчиненные не всегда исполняют распоряжение, а спрашивают за назначение. Могут просто отправить в более дальний приход. Со славы? Со славы. Хотя вот, когда я не договорил, когда перевели с Михайловского, сюда, в Красное, вроде я потерял прихожане, любовь, родственники. Вот здесь я привел к других родственников, духовных, друзей. Вот вас, с кем-то, я очень рад, что многие друзья... Ну, мне все хорошо. Я вот здесь уже родной, я чувствую, дэп. Надо приходить так удивляться. Как это? Не думал, что буду в паре жить, я так вот живу. В паре рядом, машина всегда с нами, даже не одна. То есть, так уж необходимость в эту машину обязательно. Жена, я, по любовь, я полностью. Жена, с детьми. И, соответственно, школа, две девочки у нас закончили музыкалку. Мальчики, как там, секции, все там, все близко. Все рядом. То есть, в этом смысле, вот в смысле развития детей, очень удачно. У нас получилось интересно. Очень удачно. И тем более, очень хорошие преподаватели, очень хорошее впечатление. Вот формы, например, преподавателя, ребенок потом рассказал, не получалось у него отбирательное переливо, да, полка муковская. Угу. Для нас это шок, это воспитание. Здесь нет, здесь у тебя переливы, да. Это определенная степень таланта. Если полка мукуешь, значит, у тебя не получать, значит, таланта у тебя нет. Угу. А если у тебя талант есть, ребенку объяснить, рассказать, и при этом девочки уже умеют и им понравилось на пятый год в школу. Понравилось все это заниматься музыкой. Заслуга Татьяны Сергеевны. Татьяны Сергеевны. Татьяна Сергеевна. Да нет, Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна. Да, Татьяна Сергеевна. Существует конкуренция между храмами. Палих и Красный. Ну, это, в общем-то, почти чуть ли не один населенный пункт. Ни те же одни, и те же прихожили. То есть, внутри нет такого, а, вот этот батюшка, не ходите в этот храм, там, ходите ко мне. Я знаю, что было такое, что служатель Силан служил. Ну, прихожане и выходят. А к нам болеет, служил отец Кирилл. Ему многим не нравилось, очень строгий год. И они все к нам приходили. Не сказать, что конкуренция, ну, так вот, не нравится отец Кирилл, они идут к нам. Ну, в принципе, прекрасные они те же. Есть конкуренция на уровне, в смысле, экскурсий, что ли. Многие хотят в храм попасть, в резкие старинные иконы. Попадая в руки экскурсоводов Париха, их так берут в оборот, что им уже и некогда попасть. Есть зависимость небольшая в том, что батюшка там дом построил раньше, чем я. Истинно, я его начал раньше, а он уже достроил. А я еще не могу. Ну, приход на дачу. Приход на дачу и, соответственно, там больше внимания не только руководство, но и, соответственно, людей состоятельных, желающих батюшке помочь. И вот моя супруга мне говорила, батюшка Максим, я его спрашиваю, хорошо у тебя, батюшка, все у тебя хорошо? Все плохо, все плохо. Значит, он жертвует. А ты говоришь, что им хорошо у тебя, все хорошо у тебя? Типа это не жертвует. Что-то мне это напоминает. Я и не знаю. У вас есть какие-то увлечения? Семья, храм, что-то, что-то, что-то либо еще, зачастую, если просто не требует. Беседовать, разговаривать. Ну, поговорим. Хоть бы поговорить. Мы тоже этим срадаем. Мы тоже очень любим поговорить. Это бывает с Николаем. Со званием все и сейчас, и говорим, и говорим. Красиво? Да, да. Даже можно еще чуть-чуть поближе. Чуть-чуть поближе. А мы так не дотянемся. А ты когда тянешь, это особенно хорошо для кадров. Ну, что, комплимент, комплимент. Я сегодня культурно одета. Да, да. А не нас так, что я была некультурно выглядела. Ну, чтобы больше зрителей привлекли. Дашенька, я только знаю одно, что ты красивая. Это зрительно вполне достаточно. Тут, может быть, иногда гость, может быть... Слышали, да? Гость может оказаться в проигрыше в отношении к тебе. Так что вот. Все, можно уже, да? Давай, давай. Да, прошу вас. Все у нас какая-то другая. Моей широты хватило, чтобы загородить розетку? Твоей красоты хватило, чтобы людей отвлечь от розетки. Еще вот у нее вопрос. А вот вы, батюшка, вас останавливает на дороге милиционер. У вас есть какое-то преимущество перед другими людьми? Да. Да? Как вы этим пользуетесь, расскажите. Очень просто. То есть, вас даже не спрашивают документы. Ну, почему он спрашивает. Я даже иногда удивляюсь еще. Моя жена говорит, что на тебе видно, что ты пол. Я говорю, так откуда видят меня? Тормозят и давай там меня что-то... А я говорю, а есть льготы для священников? А я говорю, а льготы есть для священников об этом? Псалом 26-й. Исюсть, расскажи. Думаю, ничем о себе. Пись, а ты знаю. 90-й знаю. 26-й не знаю. Ну, рассказали ему? Ну, я говорю, ну, слушай, вот знаешь, вот в третий час на богослужении читается. Это вот 26-й Псалом, там, благодарственное какое-то и хвалебное. Заходит у него полковник. Товарищ полковник, свои. Все в порядке. Иди же. Так, мое имя такое, ты сказал, когда молись за меня. Как классно. Первый января. В тот год было воскресенье, служба. Я еду. И они меня останавливают. Ребята говорю, слушай, а что вы хоть пьянок ловим? Ребят, ловите нас после 7-го января. Так будем пьяны все. А первый января – это не наш праздник. Да, да. Мы все трезвые. Вы, кстати, можете кушать. Спасибо, спасибо. Спасибо. Так, а вот такой еще вопрос интересный. А вы ругаетесь на водителей? Вы же за рулем ездите. Вы ругаетесь, когда вас подрезают или как-то некультурно ведут себя на дороге по отношению к вам? Ну, стараюсь не ругаться. Даже падая и ломаете ногу, я постарался выработать себе такую привычку, как говорите, слава тебе Господи. Что не шею? Нет. Я тебе про нос так говорила, мне два раза ломали нос, и я каждый раз тебе так говорила. Хорошо, что не шею. Да. Я ездила один раз с батюшкой, что мне очень нравится. Он едет за рулем, такой, ну, Господи помилуй, господи-ка по встречке. Я посидела. Это было необычно. Да ладно, я не дам сказать, что у меня любовников много, и у мужа моего любовниц много. Богатые. Вы представляете? Это даже для меня было открытие. Ну, люди, они такие. Они любят вот так что. Очень понимаете. Ну, да. И так мама звонит. Сынок, почему ты не сказал, что вы опять беременные? Когда? Мама, извини, я не знаю, а ты откуда узнаешь? Ну, да. Так что, людям быстренько расскажут. А да, кстати, вы не планируете еще? Я не против, но хватит. Хватит, да? Да. Ну, это же так много детишек. Ну, это здорово. Ну, это здорово. Понимаешь, Даша, хотя много детишек-то? Нет, так. Я готовлюсь морально. Хорошо. Вот у нас, понимаете, любое рождение ребенка, супруга сразу, она на год, как бы сказать, и с жизнью вылетает такой общественной. То есть, ребенок-ребенок-ребенок. То есть, когда ребенок год исполняется, все, она начинает жить. Жизнь, ну, опять можно выходить в гости. Ребенок уже повзрослел, уже не так, вот уже столько внимания. Ну, там ползает или ходит уже, ну, уже полегче. И когда у нас двое детей по годке, вот, по одному шесть месяцев исполнилось, вот, и она узнает, что она беременна еще. Это же, это же все, это же крово. Благо, потом, все хорошо, обошлось ребенок, который у нас был вот шестимесячный-то, спокойный, ровный. Он позволил нормально заняться вот другим ребеночком, более капризным. Хорошо. То есть, это обошлось. То есть, как-то есть. И я стала решением помогать. Ну, есть же, как бы старшие, которые могут их выращивать. Старшая помогала девочка, да, у нас. Ей уже было четыре с половиной года, она помощница, да. Как следствие, родили еще потом двоих. Да. Ну, хорошо. Там же, как эти, не планируешь? Не планирую. Бар! Беременные. Потом еще раз. Бар! Беременные. Когда успели? Чего успели? Не помню. Ты помнишь? Не помню. Ну, и не помню. Ну, и хорошо. Да, хорошо. То есть, она говорит, ты, я тебе люблю. Ну, это хорошо. Как вы относитесь к вегетрианству? Я к нему никак не отношусь. Я просто ем. Ну, нет, а вот у вас не было мыслей? Прям вот видите. Ну, есть же пост, постные дни сидел. Мне постов хватает. Во! Не было желания, ну, чтобы навсегда. Не пропустить какой-нибудь день, не перепутать. Я скучаю по мясу. Да? Вы любите мясо? Ну, как крестное мясо, конечно, не всегда получается покупать. Скорее по колбасе скучаю. Такого в колбасе-то мяса нет. А, все равно вкус. В детстве. Ну, конечно. Колбасный. Колбасный. А нет, это там с этими с усилием вкусом так. Ой, как вкусно. А вот еще такой вопрос. А вот сейчас очень модно йога, медитации. Вот это все, вот восточные практики. Вот ваше мнение по этому поводу. Наслужить свою мантру. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. И не надо особо не впадать этот в транс. Просто по колону. Делаешь поземное. Господи, очень хорошая йога. Ну вот, так что... Без йоги нормально. Без йоги неплохо. Хотя иногда хочется, конечно, стать им поздом. Я боюсь, там что-нибудь отвалится. А еще сейчас очень молодое направление есть. Астрологии. Сейчас все составляют эти натальные карты. Когда родился. Как встали планеты, когда ты родился. Ну, я тоже не избежала этого искушения. Мы тоже этим больны. Угу. У нас тоже коснулось. Вот мой ребенок, скорпион. О, да, это да. Или там телес. О, это все равно как-то нас задело определенным образом. Потому что действительно характеры, получается, ну, как бы совпадают. Вот если вот когда ребенок родился, в каком месяце, в каком году. Ну, вроде как совпадают. Ну, 50 на 50, на самом деле. И опять же, если смотреть все тоже. Я стрелец. Жена у меня на счет рыба. Согласно гороскопу, мы не можем, в принципе, вместе жить. Вообще, в принципе. Живем. Если у них совпадение 50 процентов. Да это, 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 это супер. В Библии написано, в книге Моисея, про таких пророков. Это пророки ведь. Да, да, да. Там написано. Если пророчество хотя бы один раз не сбылось. Один раз. В общем. Ложный пророк. На 50 процентов. Какой может вопрос? Это просто шуршание листьевых. Вроде не есть, вроде нет. То есть, звук вроде есть, а на самом деле это ни о чем. То есть, мне не верить, что у меня нет стрелы ума, и я никогда не буду умной. В любом случае, эти ребята лестят нам, лестят. Обязательно сегодня у вас встреча с таким-то. У вас будет много денег, у вас это будет. Или там что-нибудь еще. Ну нет, это понятно. А вот стрелы от ума, тут как нет у тебя стрелы. Тут как странно лезть какая-то. Нет у тебя стрелы ума, и все тут. Ну и ладно, слава тебе Господи. Так, ладно. Надо быть не умным, а разумным. Ум – это одно, а разум – это другое. Ну конечно, конечно. Я стала читать книжки за то, ну что, хоть как-то эту стрелу ума приманить к себе. Я тебе не нравилась. Тоже не стрелу. Так, ладно. Следующий вопрос тоже меня очень волновал. Мне попалась икона африканского Иисуса чернокожего. А-а-а. Вот расскажите вот мне про нее. Ну знаешь, я тебе не расскажу про нее, я тебе расскажу другое. – Угу. – Приезжают католические миссионеры в Африку. – Угу. – А у них… Ну это рассказы, байки наши семинарские. Приезжают миссионеры католические. Они же белые. – Угу. – А там африканские… Прихожане-то. И у них на фресках написано, что бесы белые. – А-а-а. – Правда что? – Да. – А как же, колонизатор. Белый, злой человек. Он белый. – А, все. – Он белый. Он зло. Ассоциация со злом. Вот. И священник этот африканский человек говорит, да не бойтесь вы их. Не думайте, что они становятся так белые. Они говорят, ну ты такие же черные, как и мы. – Все. – Да. – Поэтому, когда Христа изображают черный, естественно. Для них Христос, он не может быть белым. Потому что это именно цвет беды и цвет несчастья. Белый – это колонизатор. Белый – это убийца. – Как интересно. Очень интересно. Что лучше, уметь говорить на всех языках мира или уметь разговаривать с животными? – Да. Что не вопрос, то все интереснее и интереснее. – Вы знаете, как я долго старалась? – Знаешь, как некоторые говорят? Чем больше узнают людей, тем больше любят собак. – То есть все-таки животных. – В этом ключе лучше, чтобы да. Есть свои минусы. И в том и другом. В том плане, что если ты много знаешь, эта пчелка надмевает. Она такой. Я знаю язык животных. Я знаю язык животных. Но поскольку никто в ответ не будет, угоришь дурку. – Тоже умрят. – Там быстро смирят. Здесь все. Если слышать язык животных, там лучше просто помалкивать. Ну, если знаешь много языков, то тоже лучше помалкивать. – Ну да. – Потому что ты это знаешь. – Конечно. – Это очень полезно для разведчика. Кажется. – Безусловно. – Она и тут, и та. И твой, и другой. – И ваша, и наша. – Владимир Владимирович знает язык животных. Интересно. – Вот уж. Ну вот прилетит в сентябре. Спросим. – Кстати, да. Лишь бы дурку не угодить. – Ну, кто знает. – Ну ладно, батюшка послабление. – Я говорю, можно как батюшка просто задать? – Да. – Узнай язык животных. – Совсем подумали, что папы они немножко так. – Ну ладно ли там у них какие технологии-то наверху уже есть. – Да уж какие там технологии еще. – Суперспособности. – Эти суперспособности, и что иначе, как опять же способности не нас, а темного духов. Бесы, они существа, особенно ангелов, они могут создавать видимость реальность. Видимость реальность. А на самом деле это не реальность. Нас пытаются убедить, что есть инопланетная сила. Убедить человечество в том, что есть иные силы, но не Бог. И тогда придет тот, кого все ждут. Папа Калипсусу. Антихриста. – Ну когда Папа Калипсус будет? – Он уже идет. – Он уже идет, да? – Да, муж идет, да. – Все говорят, что идет. – Идет. Написано в Библии о том, что в последние времена будут женить, разводиться, умирать, рождаться. То есть это не день, это не час, это не минута. Это промежуток времени. – Ну понятно. – И поэтому он сейчас идет просто и все, тихо, своим самым, тихонечко-тихонечко. Мы просто живем. Извини, сейчас даже есть вообще некая проблема. активирующих. – Правда, что ли? – Да. – К сожалению, это я и знала, что это 2,5 нас это называют. – Вот это очень неожиданно. – Да? – Пицца вкусная. – Согласна, да. – Согласна, да. – А ты еще вкусно? – Я вкусно? – Ну, сейчас, я… – А может, да? – Да, да, да. – Давайте я вам еще положу кусочек, да? – Будете? – Да. – А то вы, наверное, уже проголодались. – У вас там умерло и куча. – А от мозговой деятельности, ну, она требуется. – Круто, как отпитый. – Если бы были инопланетяне, как бы они выглядели? – Провокационный вопрос, хотя скажи. – Да. – Так же, как и мы. – Так же? – Абсолютно. – А вы допускаете их существование? – Нет. – Не допускаете? – Не допускает. Существование кого более вероятно? Русалок или единорогов? Да, русалки вполне возможно. Инопланетяния нет, русалки скорее всего да. Победа над собой, это победа или поражение? Да, с лисианской точки зрения, победа над собой, это именно победа над своим я. Над своим я. Знаешь, как у нас рисуют? Как вот на пицце. Собственно, круг определенный. Ну, был круг, да, был круг. Если это я находится в центре круга, это человек больной. Человек больной гордостью, тщеславием, самолюбием, самомнением. Христианин, это человек, у которого я находится вне круга. То есть сначала помочь другим. Скажем так, когда ты все-таки ставишь себя в последнюю очередь. Это называется смирение. Опять же, одна из заповедей блаженства. Блаженно нищий духом. Те, кто считает себя все-таки чем-то значимым. Чем-то, ну в смысле, в хорошем положительном смысле, но не самым главным. Самое главное, конечно же, Бог и наш ближний. Вот когда этот ближний я и больше никто, наполевает меня на всех. По головам идет, там грабит, убивает, там что хочет, делает. Такой человек, ему на других. Это человек погибший, можно сказать. Вот это как раз и есть победить свое я. Если так мы смогли победить, получается, наша главная цель – быть ближе к Богу. А там тоже есть круг, как солнце. Солнце, лучи солнечные – это люди. Чем дальше лучи от солнца, лучи друг от друга тоже удаляются. То есть чем дальше я от людей, тем я и меньше их люблю, тем я дальше от Бога. А чем больше я люблю людей, тем больше я люблю Бога. Так как взаимосвязь именно присутствует. Не надо было вот так себя вести. Да ладно, все вон. Самокритичный – это очень хороший качество, на самом деле. Но в миру. Потому что если он совсем самокритичен, то можно и в отчаяния впасть. Ну это конечно. Я все время в отчаяния впадаю. У меня есть такое. Не надо. Начнешь страдать, и так страдаешь, страдаешь. Надо не впитывать, как я говорю своим прихожанам, надо обтекать. Простите. Числа, это уже мне определенное такое, вон это щекотание такое по всему телу. Как интересно. Да, я очень я испытал. Ну, где-то похвалили так и так. А у нас вообще-то щекотание по всему телу. Думаю, Господи, ну да. Назовать бесёскою благодать. Ну это так опять. Я вообще в своем церковном люблю по Богу говорить. Думаю, это же интересно. Я думаю, всё. Я думаю, на это вот завершить. Надо скушать чайку свежить, еще пиццу съесть. Леш, свежи чайку. Да сейчас, сейчас. Все, можно даже пить. Уже надо, голодный ходит, уже многие уже не верят. А да, он уже ждет. Мы боремся с ускушением. Сейчас. С Николаем просто. Тренируем волю. Да, у вас творческое испытание сейчас. Вы упоминали, да, о том, что ведь не в Палехе, не в Красном, а вообще как вы в церковь пришли? Это очень интересная история. Она началась не сейчас, она началась, когда моя бабушка потеряла всех своих мальчиков. Один, он уже шести лет после войны на Скарлатино, в 1946 году. В восемь году родилась моя мама. У меня дядя еще давал выбор, другие выкидыши у бабушки. И моя мама оказалась одна единственная. Гнозе беременную в 1972 году, она хотела сделать аборт. Но бабушка сказала, оставь, вдруг мальчик будет, Лёва назовем. Все мальчики были до меня, дяди, все были Лёва. Мама оставила. И родился. И потому что бабушка в семьях хотела, отдали меня в отверстие, он говорит, бабушке не ушел. В избавле он не мог, раз он вел себя соответственно. И когда приехал в гости сестра старшая, мячик, который был для нее, но я потом уравил. Я, значит, обрался, стузил, как отец рассказывал. Обиделся сестра. Отец сказал, что хорош, домой. Бабка слезы, мать слезы. Ну ладно, уехали. То есть это был первый стресс такой всеобразный. И устроил уже. Потому что все равно считается, что абориан в теле матери, он все равно не в душу. По церковной традиции. Поскольку частичка в голову все равно вкладывается в душу уже. В товарищ получает стресс. И потом я там уже маму воспитывал жестко так. Был еще один стресс. Тоже такой показательный для меня. Когда в 82-м году я ходил из городской школы. У нас еще не было в селе. В деревне нашей школы ходил пешком. Вторая смена из города. И как возвращаясь, что-то мне навело мысли о том, что могут быть бандиты. Тем более, получается, посмотрел, почему, не знаю, не разрешили посмотреть передающий человек закон. И рассказывал про похищенные дети. В 82-й год. Осень. По праву, потому что их убивали. Возможно, там Чикатило как раз в это время, чтобы как раз его там были заменены. То есть это озвучена была проблема. Никитов запал в голову, шел пешком, по трассе Ивана Кострома, буквально 15-й по трассе идти до деревьев. Мы с вами вести, машина нет. Сейчас огонь не загорятся, значит, это бандиты. И действительно, два дела остановилось с Москва в Олевку. Я почему-то заметил, куда побегу. То есть пришли мысли, что я буду делать, если это будет дед. Прошел буквально кусты пыли чуть впереди, зима, декабрь. Когда это случилось, машины остановились, и кусты были чуть-чуть беззади. Я в эти кусты сугробы глубокие, далеко не убежал, но достаточно далеко, чтобы заодно убежать. Слышал, слышал, мальчик, мальчик, конфетка, конфетки. Ну все, бандиты, действительно. Я получил такой стресс. Сейчас я оценил это определенным образом как промыслительно. То, что не остался жив. То, что меня не убили, не украли. И потом, ну, лет, может быть, двенадцать, бабушка или мама даже стала рассказывать такую историю. Был народ такой, жил в пустыне. С него спускалась манна небесная. Мы кушали как кашу. У меня что-то, ну, ребенок-ребенок, впечатлительный. И, помню, лежал на кровати. А почему нет, думаю. Почему нет? В сказки мы верим? Нет. Ну, как-то так вот. В детском мышлении какое-то интересное пошло. Я поверил в то, что был такой народ, а была такая манна. А потом, в девяностых годах, появились у нас патестанты американские. Мы стали Библию издавать. Мама мне дала руки в Библию. Все великие люди знали, этого не было. Ну, хуже, я тоже, как быть, великий. Я стал читать. А там просто про маму небесную. Там все это рассказывается, рассказывается, рассказывается. Слушайте, зерно веры зародилось, ну, лет, может быть, в одиннадцать-двенадцать. Когда я поверил, что, да, такой народ был, что с ним могла такая спуститься, как она сам, мама, и кушать как хорошо. Потом была мода креститься, венчаться. Моя сестра думала венчаться. Залетел, детечка, с этим товарищем. Ты его будешь креститься? Маму не спать буду. И я с сестрой крестил в Михайловск как раз в девяносто первом году. И она потом стал ходить по данному приходу. Батюха там меня заметил. Мне даже, наверное, ощущение складывалось, что я пришел в церковь через желудок. Батюха был такой хривосойный. Такой хривосойный. А я же уже студент, он был вечно голодный. Девяносто второй год, девяносто третий, девяносто четвертый. Самые такие вот времена тяжелые. Голодные. Ей надо по сути приезжать просто покушать. А так, хор стал ходить, на меня заметили. Дети, в Германию ездили с этим хором. Нас приглашали немцы, протестанты, из ГМР. Все как-то так, все вместе, все вместе. Одно к одному. Батюха музыкальная, мальчик там был музыкальный. Моя кстати. А так вот в девяносто году стал молиться, понравилось. Такой настрой, такой хороший. И пришел вновь, хочу послужить Богу особенным образом. Приходит ночью, тоже говорит, да, хочу. Вот, ну, замечательно. А вот вернулся там к нашим палецким землям вообще. Вот, когда вот приехали в палец, ну, в красных, нужно так обобщать. Я слышал вот такую вещь. Вот палецкие люди, они какие-то прям особенные, какие-то душевные. Мне кажется, такое, так сказать, комплименты на них. Есть ли разница вот? Есть, но все равно палец – это город мастеров. А грешания, они именно хороши тем, что они интеллигентны. С ними интересно беседовать, интересно разговаривать. Они много знают. Раз они много знают, ты сам должен соответствовать этому уровню. Здесь более остро чувствуется дружба, товарищество, предательство. Здесь как-то более обостренное все. Более резкой формы может выражаться. Если уже дружат, так уж дружат. Если уж рождут, так уж рождуют. В палец просто влюбились. Просто влюбились. И, соответственно, все другие краски. Прекрасно. Я рад, что я в палец. Лучше не пожелать. Если бы я воспроизводился, воли божьей в этом. Я бы много-много потерял. Сегодня в гостях у нас был протерей Лев, настоятели Краснознаменского храма в селе Красное, неподалеку от Палеха. Большое вам спасибо за то, что вы к нам пришли, за беседу. Спасибо, что позвали. Очень рад. Молодец. Проект «Всего ничего». Обрастаем, и обрастаем, и обрадуетесь. Да. Даша, ты красивая сегодня. Я уже да. Как всегда? Уже да. Все. 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 Субтитры сделал DimaTorzok